Двухфакторная аутентификация нужна и точка. А вот приложения для двухфакторной аутентификации могут быть разные. Сегодня о бесплатном приложении под Android, которое называется просто и незамысловато. Authenticator Pro. То есть профессиональное приложение для двухфакторной аутентификации. На самом деле никакого такого Pro быть не может. Сами по себе приложения для двухфакторной аутентификации достаточно простые. Но действительно есть более удобные и менее удобные. Authenticator Pro выложен на GitHub. Код открытый. Есть Google Play. Качаем, устанавливаем. Как пользоваться? Запредельно просто. Нажали на плюс, то есть добавить коды. Предлагает несколько вариантов. Выберем сканировать QR-код. Самое сложное — найти тот QR-код, который надо сканировать. Покажу на примере Notion в разных приложениях по-разному. Где-то в настройках связано с безопасностью или аккаунтом. А вот — включить двухфакторную аутентификацию. Использовать коды из аутентификатора. Названия, если у вас их несколько. И, собственно, все. Сканируем QR и вводим код, который сгенерировался в приложении. Теперь каждые 30 секунд коды будут обновляться. Подключение к интернету не обязательно. Но обязательно сохранить резервные коды. Что бы ни случилось, вы всегда сможете восстановить доступ. Все. Переходим к функционалу Synticator Pro. В настройки по кодам особо заглядывать не нужно, но важная функция здесь — показать QR-код. Таким образом, вы можете добавить коды от этого аккаунта, то есть от Notion, в любое другое приложение для двухфакторной аутентификации. Давайте я лучше наоборот сделаю. Из старого своего приложения endotp добавлю коды сюда. На старом телефоне я говорю «показать код». Тут сканировать код — все. Теперь в Authenticator Pro добавлены коды двухфакторной аутентификации для ник.ru из endotp. Перепроверяйте. После добавления они должны совпадать. Таким же образом я добавил еще и код от ВКонтакте. Рудимент. Пользоваться ВКонтакте я вам настоятельно не рекомендую. С Google Authenticator сложнее. Там коды по отдельным аккаунтам показать нельзя. А также нельзя показать, что их нельзя показать, потому что Google запрещает записывать скринкаст. Authenticator Pro тоже запрещает, но обладает галочкой «Разрешить скриншоты». Так вот в Google для переноса всех аккаунтов в настройках есть закладка «Перенести аккаунты». Дальше экспорт аккаунтов и он сгенерирует QR-код. Даже два, но зачем нужен второй я не знаю. Дальше вам нужно отсканировать этот QR-код. Первый. Как будто вы собираетесь добавить один аккаунт и вуаля. Все аккаунты из Google переехали в Authenticator Pro. Так как оба приложения у меня на одном устройстве, я использовал второй телефон, то есть просто сфотографировал QR-код, а потом отсканировал его с экрана второго телефона. Фотографию не забудьте удалить. Отовсюду. Значит, что касается удобств. Короткое нажатие копирует код в буфер. Длинное позволяет перемещать. Ну то есть коды, которыми вы часто пользуетесь, можно переместить повыше. Также тут есть поиск. И сортировка. Так и сяк. Еще удобная штука — категории. Создаете категорию и либо в нее добавляете какие-то аккаунты. Вот тут выбирается. Все или из конкретной категории. Либо аккаунт добавляете в категорию, что тоже самое. Теперь резервное копирование. Тоже очень удобная и важная вещь. Конечно же лучше хранить в зашифрованном виде. Выбираем место, куда сохранить и задаем пароль. На телефоне не хранить, а где-то в очень секретном месте. Это на случай кражи, потери телефона или случайного удаления каких-то аккаунтов. А еще важная и полезная вещь — установить пароль на открытие приложения. Вы уже видели, что сами коды копируются очень легко, если у злоумышленников окажется в руках ваш телефон. И дополнительная защита явно не помешает. Ну или можно включить биометрическую разблокировку. В принципе, сам я пользовался и советовал End OTP для двухфакторки. Хорошее приложение, но разработчик заявил о приостановке работы над End OTP. То есть пользоваться можно, но обновлений не будет и со временем оно начнет устаревать. Поэтому теперь я советую Authenticator Pro, тем более что переехать в него из End OTP достаточно просто. Также через резервную копию или сканируя коды. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Воволомов и Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok